По-настоящему относятся к отношениям. Они знаете, как строят отношения? Они знают. Вот сейчас это в песне поется. Быть боже ты, конечно, на свете лучше всех, Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь. Знаете, что это означает? Это означает, что женское сердце знает, что такое любовь настоящая. Она знает, что настоящая любовь вот так вот не сваривается с неба. Что надо сначала отношения строить, надо сначала общаться, И потом ты человеческое сердце узнаешь. Узнаешь сердце, и тогда сможешь близко принять его в свою жизнь. Но некоторые женщины хотят просто обалдеть от мужика. И тогда они это вот свое чувство глубокое, Которое у них есть в сердце, они забывают про него, И они просто ждут вот этого хотят. Вот этого они хотят, понимаете? Ведах называется это питон вожделения укусил в сердце. Такая женщина, она забывается, она не понимает, что она обманута. Она просто на чувство, на поводу чувств ведет, А мужчина пользуется ей, как куклой в этом случае. Как кукла, это в ведах описано. И потом дальше пинка под зад. Потому что мужчине кукла не нужна, ему нужна королева. Королева означает та, которая не подпускает его к себе, И он знает, что она выше его, лучше, и поэтому он ее добивается. И он будет добиваться всю жизнь. Если она всегда, как бы, чуть-чуть на расстоянии может держаться, Она всегда будет красивой. Но почему она же не может держать на расстоянии? Потому что она хочет наслаждаться мужем. Вот это вот чувство желания наслаждаться, Которое некоторые женщины называют любовью, На самом деле не любовь, а петля, Которая не дает женщине выйти замуж, Потому что она все время вот так, А ее все время пинка, Она все время вот так, И все время пинка. А надо делать все наоборот. Надо отстранить от себя мужчину, Держать его на расстоянии, И ждать отношений. Вот тебе красота, Деньги заплачены, Где услуги? И когда женщина так себя ведет, Она немножко дистанции, Мужчина начинает служить, Заботиться о жизни. И потом дальше эта забота вырежа, Вырывается в желание, Его желание, Которое же рождается из правильного поведения женщины. Вот женщины, допустим, Спросите себя, Как мужчина женится. Мужчина, которому это вообще не нужно, Вот это женитьба для него, Не для вам мужчины, Не нужно, это не нужно, Понимаете, женщина, Это вам нужно женитьба, А мужчине нужен секс. Та-да-да-да-да-да-да-да-да, Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пам-ап-ама-ба-рам. Вот это нужно мужчине, все. И как же он говорит? Предлагаю руку и сердце. В чем причина? Женщина правильная. Причина правильное поведение женщины. Не вожделенческое и беспомощное, слабое, безумное, неразумное и глупое, а правильное, сильное, смелое, чистое, честное и красивое. Поведение женщины дает такой результат. Она устанавливает отношения с мужчиной, она серьезно относится к личной жизни, устанавливает отношения с ним, она призывает его к правильному поведению, она ждет от него верности, ждет от него ответственности, ждет силы. И когда он начинает вести себя все больше и больше, таким образом это ее заслуги. И он потом говорит, я хочу всю жизнь с тобой жить. И она всю жизнь должна оставаться такой же, потому что таковые обязанности женщины должны всегда быть чуть-чуть непристыльной для мужчины. Знаете почему? Потому что в этом мире, в котором мы живем, в эгоистическом злом мире, никогда никто не ценит ничего бесплатного. Никогда. Не всегда надо всего достигать. И поэтому мужчина должен достигать женщины. Но интересно знать, что это все просто как бы механизм сохранения семьи и все. Потому что настоящие отношения между мужчиной и женщиной развиваются потом, во время духовной жизни в семье, о которой мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем, что верность, чистота, святость в отношениях, она вся идет из духовной жизни в семье. Мы не знаем, что совесть детей, послушание детей, их желание двигаться за родителями, все это идет из святости в семье. Когда семейная жизнь построена на святости, тогда все вокруг святостью живут. Понимаете, когда в семье Бог главный, и мы для Бога живем, пищу освящаем, потом едим, мы для Него все делаем, мы учим уроки для Бога. Иди перед алтарем встань и расскажи, какие ты отметки получил. Вот тогда у него проснется совесть. Потому что там и там это одно и то же. Оно сразу начнет взаимодействие. И вам не обязательно тогда будет контролировать, что он там получает. Потому что мы не контролеры. Все равно мы не сможем ничего с этим сделать. Что вы с этим дневником сделаете? Ничего вы с ним не сделаете. Просто констатируйте факт. А если вы заставите ребенка учиться только на пять, это возможно. Но он совсем отупеет от этого. Потому что у него есть направленность в жизни, которую дневник не покажет. Направленность его на оценки, на нее оценок нет. Допустим, девочка хочет литературой заниматься, ее направленность. И уже поставили пятерку по литературе. Выше не поставишь. То есть, десятибальная система, то десятку уже поставили. Все. А остальное будут тройки. Все оценить дальше. Ее развитие в литературе никто не оценит. Но если вы приняли ее направленность, вам не пятерки главное, а любовь к девочке, когда в этом случае она будет тройки по математике получать и развиваться очень быстро, как личность. И станет хорошим человеком. Но это на духовных отношениях возможно. Духовные отношения означают нейтральные. Нейтральные. Как ни странно. Ведь казалось все наоборот. Я хочу больше любить убийства человека. Люби, пожалуйста. Осознай его как душу. Когда ты его осознаешь как душу, ты думаешь, будешь думать, Господи, чистая душа, я не могу тебе не помочь, не помешать в этом мире. Я могу только молиться за тебя. Потому что ты идешь своей дорогой, а я иду рядом с тобой. Рядом звучат нейтральные отношения. Я не эксплуатирую тебя, вот это вот пытаюсь из тебя сделать своего, а иду рядом. Веды приводят такой пример. Лебеди, они плывут вместе, рядом. И они не сильно там разговаривают друг с другом. Они молчаливые птицы. Веды сравнивают лебедей с настоящими людьми. А ворон сравнивают с плохими. Вороны постоянно общаются. Но как бы мы видим, какой результат. Лебеди плавают в чистом месте. Чистое место сравнивается с жизнью, где есть алтарь. Там, где есть алтарь, там нет грязи. Однозначно чистое место. Люди для Бога моют пол, потому что в гадюшнике алтарь не поставишь. То есть алтарь значит чистое место. Чистое, красивое место. Там как бы не включишь музыку вот эту по псу. То есть там алтарь. То есть надо духовной музыкой, чтобы играл. То есть лебеди живут в чистом месте. Они никогда не селятся в озерах загрязненных. Так? Есть настоящая действенная природа. Действенная природа — это действенная природа человека. Действенная природа человека — это его верность. Это его способность ценить, прощать, терпеть. Не доказывать свое, а прощать, ценить и терпеть. И она рождается в чистых местах, где живут лебеди. Но вороны, они все время доказывают, понимаете? То есть они каркают друг на друга. Они живут где? На свалках. На свалках наших желаний. И ворон нет счастья в жизни. Они постоянно доказывают друг другу, как надо жить. Мучают друг друга. Изучают психологию отношений. Они не изучают, как молиться. Они изучают психологию отношений. Потому что они изучают, как мне все-таки доказать близкому человеку с помощью психологии отношений, как ко мне надо относиться правильно. Психология отношений говорит, ты сама учись относиться к нему правильно. И тогда он начнет относиться к тебе правильно. То есть ты ему улыбаешься. Он тебе улыбается. И ты такая улыбаешься. Он говорит, не улыбается. Психология отношений не работает. Хорошо, ты ему готовишь. Он говорит спасибо. Готовишь, спасибо не говорит. Почему? Почему не работает психология отношений? Потому что направленность жизни не туда. Ты все равно хочешь для себя, хоть с помощью психологии, хоть с помощью непсихологии, ты все равно хочешь одного и того же эксплуатировать близкого человека, заставляя его себя любить. Эта эксплуатация непреодолима психологией. Ни эрведой, ни йогой, ни психологией. Эта эксплуатация непреодолима. Ничем. Она преодолима только, когда ты перенимаешь качество лебедей. Ты молишься святому человеку, его качество перенимаешь, и в твоем сердце рождается бескорыстие. И тебе уже не надо ничего от твоего близкого человека. У тебя с ним установились нейтральные отношения. Это означает чистая, светлая любовь в своем сердце и спокойное отношение снаружи. Смотрите, обычные люди как живут, они снаружи хотят больше, а в отношении больше. Давай сядем поговорим. Ну почему ты ко мне не относишься? И там мы вороны начали какать. Вот. Но когда нейтральные отношения означают посидим, помолчим, может все пройдет, и растает снег, да? И печаль уйдет, там и так далее. Посидим, помолчим. Означает молитва внутренняя жизнь. Одиночество то же самое. Почему одиночество? Потому что бегаем, ищем мужа. Или плачем, ходим плачем. Мордочка стала некрасивой. Одиночество. Да кому такая нужна вообще? Кому не нужна? Одинокая. Никому не нужна. Вообще никому не нужна. Даже вот мужик такой же, одинокий такой. Одинокий. Они вместе ведь жить не будут. Они другую. Они нужны друг другу. Так тяжело. Поэтому они не сходятся, понимаете? Вместе не сходятся. Потому что не сходятся вместе. Не соединяются такие. А ведь одинокие же, ведь классные. Взяли как бы и вместе. Почему не вместе? А потому что мне нужна, понимаете ли, Геннадьевич, мне нужна женщина, чтобы мне хорошо было с ней. А мне нужен муж, чтобы мне хорошо. А вместе нехорошо. Вот одинокий. Так надо перестать быть одинокой просто. В чем формула-то заключается? Перестань быть одинокой. Как Олег Геннадьевич. Надо начать внутреннюю жизнь, моя хорошая. Начать внутреннюю жизнь, молиться. Отношения со святым человеком строить. Потому что только со святостью можно построить очень глубокие отношения. Глубочайшие отношения. И ты сразу перестанешь быть одинокой. Сразу же. Ты со святым человеком отношения строишь, ты уже не одинокая. И все. А раз ты уже не одинокая, значит румянец пошел в щечки. Ты его контролировать не можешь, этот румянец. Он идет, когда тебе хорошо. Когда тебе плохо, он уходит. Значит, надо просто поклоняться святому человеку. Он тебя защищает в жизни. Бог защищает. От чего? Вот от этого. И ты молишься, и у тебя румянец больше, 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 больше. Потом этот вот, который тоже ходил. Кажется, моя судьба, как я потом понимаю. Он тоже начал молиться. С лекции сходил, Олег Инатьевич тоже начал молиться. Сидел рядом. Никогда бы не подумал, что за него был замужем. Вот. Начал молиться, молиться. И мы потом вместе оказались. Я уже порумянец, а он немножко такой, поменьше бобылем стал. Поменьше бобыльность у него прошла уже. Потому что все самое лучшее человек получает от чистых сил, которым мы не обращаем свой взор, к сожалению. Самое лучшее от чистоты человек получает в своей жизни. И почему женщина одинокая-то? Потому что она упрямая. Она упрямая. Поэтому несчастная. Почему мужчина одинокий? Потому что он тоже упрямый. Не часто мужчины одинокие, потому что они секса хотят больше, чем счастливой жизни. Вот у мужчин есть такой бзик внутри. Они думают, что секс это лучше, чем счастье. А? Чего нет? И все равно одинокие. Разберем эту ситуацию. Чаще всего другая ситуация. Мужчины просто гуляют. Да? Они одинокие. Почему? Потому что они променяли свое счастье личное на секс. То есть они просто думают, А ты мне париться. Зачем мне там дети, жена. Просто я гуляю. У меня много девочек там. Много девушек, карашки. Много ласковых имен. Вот. И все. И понеслась там. И понеслась. Все. 40 лет дураку стукнуло. Ну как. Почему дураку? Сейчас поймем. Вот такой. Может жениться мне что-то тяжело. Как-то жить стало. Одинокое. А на ком жениться? Кругом дуры одни. Да, конечно, дуры. Потому что ты хороших девушек не заметишь. Потому что они на самом деле скромнее. И у них красота другая. Не вот эта вот, которая в постель прыгает. А вот эта, которую ты не заметишь. Потому что такая красота не для тебя. Она для тех мужчин, которые не хотят секса, а хотят семью. А семья это гораздо ценнее, чем секс. Тысячу раз. А тупость твоя не позволяет тебе это понять. Поэтому ты и одинокий до сих пор. И никогда не женишься, потому что ты не увидишь этих девушек. И они тебе не подойдут. С тобой они не хотят общаться. Потому что настоящие девушки, которые хотят семью, они скромные. И они никогда не подходят к развращенным мужикам. Поэтому, если ты хочешь быть настоящим мужиком, а не дерьмом, как это описано в Веде, согласно Ведам. Сейчас ты, конечно, все по-другому считаешь. Сейчас настоящий мужик означает не жениться и гулять. Это настоящий мужик. Я настоящий мужик. Чего я буду жениться? Так вот, Вед говорит, ты не настоящий мужик. Настоящий мужик, он берет на себя ответственность, женится и тянет на себе нож у семейной жизни. Это настоящий мужик. А тот, кто не имеет силы жениться, это не настоящий мужик. Тихо, спокойно. Я еще не все сказал. Так вот, смотрите, интересная вещь. Когда мужчина это понимает, он начинает соблюдать цельбат. Начинает заниматься духовной практикой, на женщин и смотрит. И в результате у него вот эта вот вся ослащенность такая, вот это вот все. Оно проходит, и он становится нормальным человеком. И может с нормальной девушкой встретиться. Вот это когда он ее проходит. Тогда он становится нормальным человеком. И он может нормальной жизнью жить. Потому что вот это вот, это все просто означает, что ты не знаешь, где счастье. Мужчина уже тоже нуждается в близких отношениях. Но просто часто мужчины настолько у них мозги как бы недоразвитые, что они понимают, что эти отношения вот с женщинами в постели, такие вот то там, то здесь, они ведь не дают мужчине настоящего удовлетворения в отношении к женщине. Настоящее удовлетворение появляется, когда мужчина имеет дело с верной женой. Вот это дает настоящее удовлетворение мужского чувства. Верная жена. А верную жену просто так не заслужишь. Для этого надо самому стать настоящим мужчиной, чтобы получить верную жену, понимаете? Вот и все, вот ответ, почему мужчина одинокий. Есть второй вариант, почему я не могу жениться, если я хочу семью и все прочее. Я хочу семью, но не могу жениться. Потому что в прошлой жизни ты был таким мужчиной. И теперь ты за это наказан. Тоже тяжелый случай. Что делать? То же самое. Соблюдать целебат, работать над собой, забыть про семейную жизнь и погрузиться в духовную жизнь. Я видел таких мужчин в своей жизни, которые уходили в монастырь, в храм. В ведических храмах можно как бы отвлекаться на время от мира. Мне кажется, ездить можно. Ну, допустим, человек отрекся от мира, потом ушел из монасты. Чего, его расстреляют, что ли? Ну, вот смотрите, как бывает. Человек просто, он понял, он не может жить семейной жизнью, у него нет возможности. Он взял, пошел просто Богу служить. Начал жить для Бога. Ну, пусть даже не в монастырь, а просто дома для Бога. Начал ходить в храм каждый день. И забыл о женщинах, что дальше с ним происходит. Он становится лебедем, а лебедя нужны все. Когда мужчина становится вот таким вот чистым, возвышенным, глубоким, все самые лучшие качества характера приходят в его сердце. Часто мужчины не могут жениться, потому что женщина не чувствует в нем мужчину. Женщина, когда чувствует, что мужчина, как бы, может вести ее жизнь, он чувствует, что ответственность, сила какая-то мужская есть, хотя бы чуть-чуть, и она выходит замуж за него. Ну, хотя бы чуть-чуть. А если мужчина совсем слабый, он себя даже поддержать не может, или он совсем глупый, он не знает, как с женщиной обращаться, у него сухость такая внутри, он даже не может с ласкового слова сказать. Ну, тогда один он остается. Тоже никому не нравится. Означать сильно секса хочу. Вот это, кстати, да, главная причина. Есть как бы или тяжелая карма означает сухость сильного мужчины. Он просто даже не знает, как к женщине подойти. Он вообще даже боится к ней подходить. Такие мужчины есть, боятся к женщинам подходить. Тяжелая карма означает духовная жизнь для такого мужчины. Он занимается духовной практикой, сердце становится мягким, оно раскрывается, начинает чувствовать энергию любви, и потом спокойно он женится, или остается монахом. И как бы он тоже счастлив там. Если он там счастлив, монахом остается здесь счастлив, найдет себе жену. Но есть это, понимаете, вот эта вот плохая карма, это даже не самая большая проблема для мужчины. Самая большая проблема, это та, о которой я вам сейчас расскажу. Вот эта проблема, действительно проблема. Это когда у мужчины постоянно вот здесь вот перед глазами картинка голой женщины. Когда он постоянно сексом с ней по ночам занимается этой картинкой, еще и помогает себе в этом. Есть же чем помочь. Когда мужчина постоянно думает о сексе, то его психика, она становится настолько слабой в мужском плане, что у него никаких шансов с женщиной строить отношения нет. Потому что когда он начинает с женщиной общаться, она эмоциональная по природе, женщина в природе эмоциональная. Но мужчина, который постоянно думает о женщинах, он таким же эмоциональным становится. И женщина, она не может его выдержать. Она даже рядом с ним находиться не может, потому что он очень обидчивый, очень придирчивый, он постоянно ноет, стоит ему все, не так. И женщина, когда это видит, она сама же такая по природе. Вот, она, ну все, я не могу за этим. Но женщина по природе такая, ей это правильно так такой быть. Вот, женщина правильно быть обычной, придирчивой, капризной. Но эта женщина прям нормальная, потому что она соткана из энергии любви. Энергия любви очень чувствительная. Но мужчина должен быть мужчиной. И поэтому веды объясняют, если мужчина хочет быть успешным в жизни, он должен часть жизни провести в аскезах. Он должен забыть о женщине. Как в первой песне поезд. С первым делом, первым делом. Самолеты. Но женщины, а женщины потом. Означает, что он станет женатым потом обязательно. Почему? Потому что он разобьется, и может, по усилу таким образом. Видите, цену какую надо отдать. Если женщина хочет замуж, она должна отвлечься от этой идеи и начать служить всем. Мужчина хочет жениться и хочет секса, должен забыть о сексе и заниматься аскезами. Видите, как интересно мир этот устроен. Он всегда нас поворачивает наоборот, для того, чтобы достичь счастья. Даже в этом мире надо повернуться наоборот. Поэтому веды и говорят, что цель человеческой жизни находится внутри, а не снаружи. Человек должен искать то, что дает ему счастье и страдания. Он должен искать Бога. Совесть, счастье, энергия счастья — это энергия Бога. Совесть — это Бог. Все это отсюда, вот из сердца идет. Счастье отсюда вырывается. Совесть отсюда идет. Знания о будущем отсюда приходят. Все это то, чему мы должны искать. Это самое главное, самое надежное в жизни. Знание о судьбе, оно спасает от проблем. Человек знает, что вот так будет в моей жизни, и он успокаивает сразу. Это глубокое очень знание. И человек должен всеми силами его искать в своей жизни. Потому что, когда он его ищет, то у него все решается вокруг самого. Потому что он знает, как все это решать. Как достичь мирных отношений с родственниками? Все то же самое. Смотрите, все то же самое. Я хочу хороших отношений с мамой. Боль буду испытывать в отношениях с мамой. Мне задают вопрос. Олег Геннадьевич, у меня с мамой нет нормальных отношений. Это значит, тяжелая карма с мамой. Вот там находится боль. Что делать? Некогда молиться. Надо отключить отношения с мамой. Я приезжаю к маме. Начинаю с ней общаться. Олег Геннадьевич, она на меня орет. Я еще нежнее, она еще больше орет. Я потом плачу, приезжаю домой. Я не могу уже молиться. Так она стоит. Постоянно думаю о маме. А она ведет себя, как плохо со мной. Видите? Как принять такое, как есть? Иголочек-то не вытаскивается? Нет, невозможно. Это психологи так советуют стараться принять, любить маму. А иголочка глубже входит. Видите? Не работает система. Моя версия такая. Надо сесть перед изображением святости, книги святой, бога перед святым человеком и начать говорить такие слова. Я такая дура. Я погрузилась в отношения в этом мире слишком сильно. И так как я сильно хочу счастья от отношений мерзких в этом мире, поэтому я так и сильно страдаю. Я хочу отношений с тобой. Пожалуйста, дай мне возможность жить для тебя. Дай мне быть тебе полезным. Дай мне быть тебе полезным. Дай мне что-то сделать для тебя хорошее. Я хочу что-то сделать для тебя. И так постепенно человек начинает в эту чистоту входить, в эти чистые отношения входить. И отношения с мамой те же самые. Она такая же грубая, жестокая и храмливая, такая же точно. И я такая же дурочка, которая хочу от нее вот этих хороших отношений жду. Все то же самое. Но у меня в сердце к ней появилось вот спокойное, чистое, светлое, нейтральное чувство. И я поняла, мамочка, нам не суждено с тобой быть близкими в этой жизни. Мы не заслужили. Мы с тобой слишком грешны, чтобы вот близкие вот такие отношения, как все дочки и мамы строят друг с другом. Недостойно этого. И когда дочка так поняла, она с мамой уже разговаривает как? Рак? Спокойно. То есть она и звонит, мамочка, рак не ломала. Спокойно с ней. Ничего не ждет. Нитральное отношение, настоящее отношение. Ничего не ждет. Почему? Потому что она уже нашла счастье в другом месте. Она нашла там, где его надо было найти. А дальше она получает результат. У нее психика успокоилась. Она с мамой ждет себя спокойно. Начинает ее понимать. И в ней приходит знание о том, почему мама орет. И она думает, ну ладно, давай вот так. Все. Или слишком подальше, или она у нее столько духовной силы, что она может все сделать, делать то, что мама просит. Вам орет, потому что, почему она орет? Потому что она хочет эксплуатировать дочку. Она хочет, чтобы она делала так, как я хочу, и все. Больше она ничего не хочет. Это означает греховные желания в ее сердце. Но бывают цветы и дочки. Она приходит, говорит, мамочка, я буду делать все, что ты скажешь. И начинает делать все глупости, которые она потребует. Но у нее в сердце святость. Почему? Потому что она любит Бога. Она как золушка себя ведет. То есть она трудится для мамы, все делает для нее. Мамочка, еще больше хочет, чтобы дочка была, как она хочет. И она это воспринимает хорошо. Мама сама-то не знает, что она падчерица. Она сама не знает, что она мучает просто человека. Она думает, почему ты хватил в институт? В институт. За этого замуж, за этого замуж. Ну то есть она не понимает, что она как падчерица все ведет. Она понимает, что душу мучает просто. Что она Бога из себя делает. Она этого не понимает. А девочка настолько сильная духовно, что она любит маму. Дает ей возможность насладиться этой дурацкой, глупой силой, которая из нее прет. И дальше что происходит? И мама, когда она насладилась чуть-чуть этим всем, она видит, что дочка-то у нее хорошая. Дочка дальше ее начинает учить. Она говорит, мама, а я ведь за этого человека замуж, что я никогда и не хотела. Никогда и не пойду. Почему? Потому что я-то люблю другого. Но ты ведь меня слушать не хочешь. И она начинает ей знания давать, если верить. То есть она из любовью спокойная. Потому что если я начинаю орать на маму, мама орет на меня. И эту боль не остановить. Но откуда спокойные-то отношения возникают, разумные? Откуда возникают? От того, что я уже ничего от мамы не хочу. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Если со мной она не может быть счастливой, пускай просто будет счастливой. Я ничего не хочу доказывать. А говорю ей это потому, что просто можно сказать. Если она слушает. Если не слушает, значит я молчу. И все, карма преодолевается потихоньку. Но она преодолевается потому, что настоящие отношения уже установлены с тем, с кем надо их устанавливать. А все отношения в этом мире являются отблеском настоящих отношений. Леды говорят, отблеском. Если нет настоящих отношений, отблеска тоже не будет. И ты здесь в этом мире ничего не получишь вообще. Невозможно духовные отношения с мамой установить. Невозможно. Те люди, которые считают, что глубокие, истинные, чистые отношения возможны просто так, в этом мире сами по себе, то они находятся в еще большей иллюзии. Потому что они потом, что убедят в своей жизни? Страшнейший крах. Вот этот человек, которого так сильно любил, взял и умер. Вот это страшно. У нас были с ним такие чистые отношения, и осталась одна. И больше с ним ни с кем уже таких отношений не будет. Это означает, что я в него верила как в Бога. А он не Бог, он обычный человек, который будет умирать, болеть, мучиться, калечиться и сходить с ума. И может уйти от тебя тоже. Причем интересно знать, что когда человек вот в таком безумии живет, не понимая, что верить надо в Бога, а близким людям надо служить просто. Когда человек в таком безумии живет, то Бог иногда это безумие разрушает с помощью событий. Вот это и как раз и есть страшно. Вот это и есть страшно. Вы помните русские сказки? Муж с женой жили счастливо, любили друг друга. И дальше что? И дальше но! У них не было детей. Вот это но является ключевым словом в нашей жизни. Вот, допустим, сказка. Муж с женой жили счастливо, и все у них было хорошо. Точка. Дальше сказку можно не продолжать. Она бесполезна. Так? Потому что это просто нам не нужно. Нам нужны другие сказки, понимаете, которые являются правдой. Если муж с женой живут счастливо, у них все хорошо, значит, не будет детей. А чтобы они появились, эти дети, надо сдать экзамен. Потому что если где-то у человека в жизни есть счастье, значит, где-то его не будет. Потому что здесь мы живем не для счастья. Мы живем здесь для сдачи вот этого самого экзамена. И он как раз появится там, где нам больнее всего. Если хочется больше всего личной жизни, значит, там будет экзамен. Хочется славы, значит, там будет экзамен. Хочется ребенка, значит, там будет экзамен. Поэтому это хочется, надо победить себе раньше, чем экзамен придет. Так деды советуют делать в своей жизни. Чтобы всегда побеждать судьбу. Хочется ребенка, значит, молись Богу, чтобы твое сердце стало спокойным в этом направлении. Спокойным. Потому что сильное желание иметь ребенка как раз является и той силой, которая делает женщину бесплодной. Знаете, что это сильное желание делает? Оно в предатках вызывает воспалительный процесс. Потому что сильное желание – это энергия эгоизма. Эгоизм и воспаление – это одно и то же. Вот, допустим, женщина сильно хочет… Вот мужчина, ну, допустим, человек хочет жирного, хочет жирной пищи. Жирную пищу переваривает что? Печень. Значит, печень будет отваливаться. Понятно, да? Непонятно? Женщина хочет ребенка очень сильно. Энергия эгоизма идет в предатки, и они начинают воспаляться. Понимаете, закономерность или нет? Через вот это сильное желание судьба зацепляет нас. Мы сегодня тема лекции «Победа над тяжелой семейной кармой». Эта лекция всегда должна начинаться с одной и той же мысли. Я сейчас вам ее объясню. Почему рыбка попадается на крючок? Потому что она больше всего в своей жизни любит чувство вкуса, у нее самое сильное. Она больше всего рыбка счастье испытывает через пищу. Это веды объясняют. Рыбка испытывает больше всего счастья через пищу, поэтому она не замечает боли, которая возникает. И страха у ней тоже нет. Потому что, когда кто-то лезет на крючок, всегда возникает страх. Ведь есть страх смерти, да? Но там, где есть сильное чувство, страх смерти пропадает. Поэтому веды объясняют. Мотылек погибает. Он больше всего, ему нравится видеть свет. И он испытывает огромное счастье от света. Поэтому куда он летит на свет и сгорает там. Он сгорает и все равно летит. Посмотрите за мотыльками. Он подгорает крылья и все равно летит, пока он не упадет. Так и человек, которым владела всего лишь одно сильное чувство. Мы говорим, победа тяжелой семейной кармы. Вот это и означает тяжелой семейной кармы. Одно чувство овладел, а все. Через него придет эта тяжелая семейная карма. Человек должен жить в этом мире только из чувства долга. Он все, что происходит у него в жизни, он должен делать, учиться только из чувства долга. И тогда он получает это счастье. Вот он стремился, получи. Хорошо, ты хочешь быть семей детей. Действуй в этом направлении. Только действуй правильно. Хочешь иметь детей, служи детям. Заботься о детях. Люби детей. Не своих, а вообще просто детей. Все будет спокойно работать. Придатки будут спокойно. Все будет восстанавливаться. Ребенок появится потом в жизни. Как награда. Мы все в жизни, любое счастье получаем только как награда. Мы не можем просто так. А если получаем просто так? Это экзамен, который ты еще не сдал. Допустим, некоторые поднимают руки. А у меня, Олег Геннадий, все хорошо в себе. Расслабься. Это экзамен, который ты еще не сдал. Сто процентов. Это подготовка только. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Поэтому человек не должен особо на что-то рассчитывать в этом мире. Надо просто служить истине в своем сердце. Поступать правильно, честно. Есть ребенок. Я честно поступаю. Я честно поступаю перед ним. Что значит честно поступать перед ребенком? Жить честно рядом с ним. Вести себя правильно. Молиться. Не изменять. Вести себя честно. Не ругаться. И так далее. И ребенок станет таким же. Вот это означает честная жизнь рядом с ребенком. Жить честно дает хороший результат. Ребенок становится настоящим человеком. Невозможно человека сделать. У меня очень хорошие помощники сейчас. Ребята, которые рядом со мной живут. Мне говорят, Олег Геннадьевич, сколько вы сил и времени тратите на то, чтобы они такими хорошими стали? Нисколько. Вообще никакого времени я им не уделяю. Они просто мне помогают, служат и все. Не хотят служить, уезжают. Они становятся хорошими. Вот сейчас мне Игорь дает консультацию, ходить посмотреть на него. Очень хороший человек. И он, я ему нисколько времени не уделяю. Он просто выполняет свой долг. Я выполняю свой. Я отдаю свою жизнь людям, а он помогает мне. И все. И у нас очень хорошо все. Так человек должен жить. Я просто привел пример, что не то, что я это теоретически, я говорю, что так есть. Так бывает. Если человек начал жить правильно, ребенок становится правильным. Почему у меня ребенок неправильный, потому что я живу неправильно. Все. Ответ очень простой. Но его очень трудно понять.